друзья мы решили сделать новую рубрику она называется как открыть свой и троеточие так как мы сделали очень много проектов которые приносили хорошие деньги нам и на старте и не на старте мы решили сделать рубрику где мы будем рассказывать как мы делали бизнес за счет чего у нас проекты работали конечно же многие проекты у нас не получились но правило успешных людей это изучать успех изучать успешные серии когда я не умел продавать например я работал на работе я подходил к 100 людям незнакомым и получался 100 отказов когда я другой день подходил к 100 людям я получал одно согласие человек согласился я делал целую майнд карту я писал почему согласился что я сказал например resourcesray не здравствуйте когда тебе до свидания говорит я сказал case это вот ваш ребенок да это была детская детские ну где детские товары детские услуги ябра – это ваш ребенок да раз у нас кастинг проходит фотосессий портфолио агентство модельное т.е.в. все этот человек заинтересовала а если говорит здравствуйте тебе говорят до свидания спасибо нам ничего не нужно я понял от раз деталька да я понял что надо улыбаться на нормально быть одеваться я понял что надо нормально строить свою речь и так далее ну то есть все это понял изучайте успешные серии итак вернемся к нашей рубрике как мы от как я открыл первый копий центр копий центр то есть как я у себя в общежитии живя в общежитии не имея ресурсов даже есть не было ничего как я вот все это организовал у вас явно лучше ситуация чем тогда у меня было потому что я жил санкт-петербурге я приехал приезжий мне наконец-таки дали общагу хотя и долго не давали и я жил где-то на 35 тысяч в месяц 35 тысяч месяц это было лет семь назад было весело ну да надо платить за общежитие за еду расходные материалы на мое образование тоже и так далее все нам вложить в эту сумму и что я сделал я подкопил немножко денег я устроился на работу и первое что сделал я купил принтер я зашел на авито посмотрел где-то отсмотрел 200 200 предложений принтеров и нашел и начал звонить по ним и нашел какую-то женщину которой сын уехал в армию она у нее такой принцип что техника должна работать и она готова принтер который стоил тысяч семь в интернете продать за 2-3 тысячи две-три тысячи он он мог печатать цветную печать он мог печатать хп принтер мог печатать черно-белую печать он мог печатать маленькие фотографии то есть у него там есть сканер у него был но печать сканер копер то есть там все-все-все много функционал большой я сразу понимал много услуг будет я поехал проверил все распечатал что все работает в подарок была бумага дана фотобумага простая бумага и я получил принтер за две-три тысячи с которой я скопил за несколько месяцев я смог купить принтер раз поставил принтер уже можно печатать можно сказать как я сделал чтобы расходы были маленькие я проанализировал все канцелярии и в одной канцелярии я нашел такое предложение приведи нам ооо которая закупит сделать у нас первую покупку больше чем на 10 тысяч рублей канцелярии с одной покупки лес нескольких и мы дадим те по моему 5 рулонов по 300 или по 500 листов я сейчас не помню бумаги бесплатно я начал искать я как я тогда еще начал работать на кондитерских изделиях да я нашел поставщика кондитерских изделий и ездил по точкам договаривался договаривался чтобы поставки из пекарни направлялись на эти точки получал процент то есть меня был от контакте говорю есть хорошая канцелярия давайте там будем закупаться может да давай не вопрос я их переключил и они посмотрели на качество ну или мы продолжили с ними работать либо нет я получил свои там 55 рулонов бумаги по 300 500 листов все и у меня уже вообще бесплатно расходники далее я поехал нашел место где краска продавалась я понял что не надо картриджи покупать надо купить картриджи такие где пробку убираешь сам заправляешь пробку закрыл и он печатать там очень долго и много я помню купил такой большой бутыль который хватило где-то на там где-то на 45 месяцев а можно должна полгода большой бутыл с краской он стоил где-то 300 500 рублей все прикиньте бутыль черной краски на на полгода работы все это вообще копейки далее я разместил сначала я был у меня был креативный друг вадим и мы сделали рекламу такую пятачок вини-пух и там написано куда идем мы с пятачком печать в печать в печать и сделали такую красивую рекламу и пошел какой-то народ было много у всех кого принтер в этой общаге и все думали зачем открывать принтер у всех же уже есть тут у каждого второго принтер фигня у всех все это не работало постоянно была закрыта поставим все было сломано в комнате был бардак это я говорю почему у нас покупали да то есть мы размести рекламу люди пошли то есть я никого не слушал мне говорили ничего не открывай ничего не будет работать фигня печатать надо было на мне себе печатать моим однокурсникам печатную всем пять этажей общежития до соседние уже потом общежития подключил тоже то есть все это важно какие были плюсы почему у нас стали покупать у нас креативная реклама мы просто приятные люди просто общались какие-то вот что-то общались между собой то есть там приходили мы с ними общались им было приятно они приходили к нам я сделал интересные расценки тогда сделал до 10 листов 5 рублей один лист до 100 листов 3 рубля один лист больше 100 листов 250 все народ пошел когда особенно счастливы были когда больше 100 листов прибывали с глаза мне 500 листов ну 250 все и радовались люди то есть я как-то вот я не знаю почему я как-то вот решил вот так сделать и сработало да конечно было страшно и непривычно когда мои знакомые приходили ко мне такой внутри было блин 10 рублей буду за два листочка брать человека это же мой однокурсник нет я читал в книге олег теньков я такой как все что у него такая же проблема была надо уметь брать деньги с человека нормально это нужно для развития того же той же печати почему у нас покупали у нас было чисто в комнате у нас было красиво у нас была креативная реклама один раз в dv-шник прибежал и и ругался матом почему у вас ничего не видно я искал вас несколько часов возьмите напишите на белом листе печать большими буквами и развести по всему общежитию я думаю действительно гениально спасибо я сказал ему мне немножко обидно было сначала потом я понял что благодаря нему я удвоил продажи свои я сделал большой лист не писал жирными буквами печать а внизу уже там какая комната что и как телефон мобильный и уже этот лист разместил там тоже везде где только можно было и все и все когда ищет печать о печать так так и шли ко мне все также у меня комната была либо всегда открыта либо у меня был сосед барабанщик а он все барабанил поэтому почти всегда был там я договорился с ним он принимал ему было несложно и плюс я ему какие-то бонусы из-за этого давал потом я делегировал когда я заработал скопил уже капитал чтобы переехать у меня была большая цель переехать в квартиру жить своей девушкой я заработал денег на то чтобы жить мы не не с первого месяца заработал я работал несколько месяцев все это работало я заработал на то чтобы жить своей квартире я хотел оплатить сразу на год так как она была из другого города я оплатил квартиру на год и переехал и когда пережил я понял что я сейчас лишусь дохода этого я решусь своего принтера и я подумал что а почему бы меня был друг он был самый активист в общежитии он был самый активист олег председатель студ совета общежития и он говорит игру олег давай мы к тебе принтер поставим половина денег будет чистой прибыль не эти плане тебе согласен согласен все и мы начали работать так еще долгое время мы с ним работали я просто я просто приезжал помню да как я контролирую очень очень просто я говорил что я буду отсылать своих людей печатать если он их не записал начал мне обманывает начал мне обманывать значит я с ним не буду работать плюс потом узнал что программка специально есть которая показывает сколько печатает ну плюс еще свои какие-то секретики это просто надо задать вопрос а как можно контролировать и придумать а деньги хотите зарабатывать мозг работает хорошо и я помню это состояние когда делегирована вот в таком вот простом маленьком премьер мой первый бизнес можно сказать я помню я приезжал со своей девушкой заходил говорил ну сколько у нас там за месяц накопился он говорит ну например там за месяц мы заработали там 42 тысячи ну вот давай там 21000 моих вот 21000 я брал клал в карман и ехал дальше я прям помню это состояние такое знаете ну я не знаю чем сравнить вот прям вот ты бизнесмен пусть даже это простое общежитие пусть небольшой доход но это круто запомните 21000 своего первого бизнеса намного круче чем даже не так 50 50 тысяч рублей со своего бизнеса даже когда вы в нем работаете намного круче чем 150 с работы а 21000 или 50 тысяч или 100 точно пусть будет 50000 с бизнеса который работает сам сто раз круче чем с бизнеса чем 100 тысяч бизнеса которым ты все делаешь сам поэтому начинаете делать ищите возможности где вы сейчас живете что там не хватает стиральная машина принтер а еще что то то есть все это можно запускать не бойтесь запускаться запуститесь пусть даже не получится многие думают а у меня вот нельзя у меня нельзя рекламиться а тут нельзя коммерческую деятельность фигня это все сделайте посмотрите что будет посмотреть что будет и по ходу докручивать как правило все проблемы можно решить меня даже один раз вызывали и спрашивали а что вы там делаете а туда сюда я сказал да нет вот просто все и в итоге все было нормально поэтому все будет хорошо запускайте любой проект который около вас лежит и все у вас получится увидимся в бизнес-квартире